Это кадры первого взлета с новой полосы национального аэропорта. Рейс, правда, технический, но исторический. Это первая полоса высокого уровня, построенная в независимой Беларуси. Старую открыли более 30 лет назад. Ощущение от новой взлетно-посадочной полосы, это как будто ты едешь по ковру. Настолько она мягкая, настолько она ровная. У штурвала сам директор департамента по авиации. Ответственность, да и гордость взлетели и сели дважды с обеих сторон. Тесты показали, новая взлетка готова. Если сейчас мы приближаемся к цифре 5 миллионов пассажиров, уже плотно к ней приблизились, то мы для себя ставим по удвоению этого пассажиропотока. Мы все прекрасно понимаем, что пассажир всегда выбирает своим кошельком. И наша задача, как авиационная администрация, именно создать условия для того, чтобы наши перелеты были как можно более комфортные, более доступные. И одна из самых главных задач, безусловно, безопасные. Всем известно, самое сложное в полете — взлет и посадка. Поэтому эти почти 4 километра бетонки на особом контроле. На метровой подушке щебня и специальных прослоек уложен полуметровый слой бетона отечественного производства. А посадочные огни при ясной погоде видны за 20 километров. Вторая взлетно-посадочная полоса всего на 60 метров длиннее первой. Но благодаря широким рулежным дорожкам аэропорт здесь может принимать воздушные суда абсолютно любого размера. Мы сейчас с вами находимся именно в той точке, где самолет останавливается перед взлетом. Направление обозначено как 13Л, но в аэропорту уверяют, суевериям здесь не место. Место математики. 13 — это обозначение угла в 130 градусов, курс посадки. Вторая полоса, понятно, это большая загрузка для аэропорта, но в то же время работу диспетчеров она облегчит. Во всяком случае пассажиры это почувствуют в час пик. Очереди на взлет ждать не придется. Нам нужно создать безопасный интервал между воздушными судами. Соответственно, при вылете в это же время нам приходится учитывать, что еще необходимо самолет и выпустить с одной и той же полосы. Это, конечно, дело достаточно сложно. С введением второй ВПП эта проблема упрощается, когда можно вылетающий самолет выпустить на полосу, дать разрешение на выруливание на ВПП и, собственно говоря, подождать посадки на параллельную полосу. Новые возможности, уверены в департаменте по авиации, привлекут и новые авиакомпании. Уже идут переговоры за океаном. Беларусь удобный стыковочный и транзитный узел. Именно транзитных пассажиров сейчас в общем потоке третья часть. В будущем в национальном аэропорту построят и второй терминал, откуда в город пустят электричку. Тогда уже придет время подарить новую жизнь старой взлетке. Что до первого пассажирского рейса на второй полосе его ждут в конце апреля. Сергей Козлович, Ксения Каневцева и Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ.